Добрый вечер! Сегодня 17 октября 2014 года. На улице очень холодно, пошёл первый снег, а я решила приготовить щавелевый суп. Щавелевый суп с яйцом – это традиционное русское блюдо. Суп может подаваться и в холодном, и в горячем виде. Его можно готовить на мясном бульоне, но можно прекрасно приготовить и без него. Суп низкокалорийный, приблизительно 50 ккал на 100 грамм. Существует множество рецептов приготовления щавелевого супа. Рецепт, который я вам предлагаю, готовится немного необычным образом, быстро и просто. Итак, давайте приступим. Основные ингредиенты для приготовления щавелевого супа. Это картофель 3 штуки, 2 яйца, 1 морковь, лук 300 грамм щавеля, растительное масло, рис, зелень укропа и петрушки, адыгейский сыр, у малат я купила 354 грамма и приправа кумин, а также черный перец горошком. Сейчас в кастрюльку я налью полтора литра воды. Возьму воду из фильтра и при помощи мерного стаканчика я отмерю необходимое количество. Этот стаканчик 500 грамм, значит 3 стаканчика. Выливаю в кастрюльку 1, 2 и 3, как раз у меня получается 3 стаканчика. Так, воду мы налили. Сейчас я почищу картофель. Картофель я уже почистила и порезала кубиками. Сейчас я возьму 2 столовые ложки риса, промою их и вместе с картофелем положу в кипящую воду. Раз, два. А также мне сейчас нужно поставить, сварить 2 яйца. Яйца я уже поставила варить. Вода для супа должна вот с минуты на минуту закипеть. Сейчас я положу туда картофель и рис, который я уже промыла. Вот, я уже положила рис и картофель. После закипания на медленном огне они должны вариться минут 20. А в это время я сейчас почищу морковку и потру ее на крупной терке. А также почищу лук и порежу его. После этого я буду их пассеровать на сковородке. Морковку я натерла на крупной терке. Лук порезала. Вот, поставила сковородку. Сейчас я включу плиту. Так, дальше налью немного растительного масла. Я пользуюсь маслом благо. Оно у меня уже заканчивается. Надо будет идти завтра покупать новое масло. Так, сейчас как прогреется моя сковородка, я положу туда морковь и лук. Суп у меня закипел. Я сняла пенку с него и убавила на более медленное тепло, можно так сказать. Вот он у меня перестал сейчас кипеть и я опять прибавила, поставила на двоечку. Яйца бурно кипят, осталось им кипеть еще 5 минут. И я их снимаю с плиты. Выкладываем морковь в сковородку. Одной рукой, к сожалению, мне очень неудобно это сделать. Сейчас я ложечкой. Также выкладываем лук. Вот, все зашипело. Потому что плита и сковородка у меня горячие. Нагрелись. Так, где моя тут лопатка? Равномерно по сковородке распределю. И займусь сыром адыгейским. У меня уже сварились. Сыра у меня здесь 354 грамма. Мне нужно взять четвертую часть, натереть на терке и положить в сковородку к моркови и к луку. Вот сыр я уже натерла. Сейчас я добавлю к моркови и к луку его. Все тщательно перемешаю. Эту смесь мне надо накрыть крышкой. И пусть она томится. Наш щавелевый суп мы готовим по болгарскому рецепту. Так как я в него положила адыгейский сыр. Также можно сюда положить в суп и другие виды сыров. В Болгарии кладут брынзу и зерненый творог. От брынзы, если положить, то в супе будет своеобразная кислота. Она на любителя. А вот зерненый творог делает суп слишком мутным. Хотя при этом вкус получается отменный. Я уже выложила все. Сейчас я добавлю кумин и перец черный. Такая маленькая ложечка. И при помощи нее я сейчас положу перец и кумин. Ой-ой-ой, видать перца у меня очень мало. Так, это много, это много. Так, ну вот. 8 горошинок нам хватит. И кумин. Так, а кумин сейчас мы положим побольше. Вот, вот где-то столько, вот на белом фоне, вот столько мы положим кумина. Так. Вот какой расцветки у меня получился суп. Сейчас я его посолю. Добавлю универсальную приправу. Также добавлю щавель в конце варки. Проварю 2 минуты. Положу яйца, которые я очищу и порежу. Зелень. И мой щавелевый суп будет готов. В Болгарии кладут в конце варки мелко нарезанный свежий огурец. Но так как у меня его нет, то я, естественно, ничего добавлять больше не буду. Вот яйца я уже порезала. Добавляю их в суп. Так, так как они у меня уже сварены вкрутую были, то их не надо долго варить. Сейчас я добавлю сюда щавель. 1-2 минуты. И мой щавелевый суп по-болгарски готов. В тарелочку, когда будете кушать, положите зелень. Приятного аппетита!